МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Дмитрий Медведев утвердил обновленную инвестиционную стратегию Внешэкономбанка, госкорпорации развития, финансировавшей мегапроекты Кремля. Вебу, на поддержку которого правительство потратило почти триллион рублей за последние четыре года, теперь разрешено продолжать генерировать убытки еще в течение трех лет и выводить средства за рубеж. Хотя в своей деятельности ВЭП исходит из необходимости достижения положительного финансового результата, а безубыточные проекты являются приоритетом, участие в проектах с общегосударственным для российской экономики значением, возможно, даже если возврат вложенных средств не гарантирован. Это следует из стратегии банка, опубликованной на сайте правительства. Убытки предполагаются в среднесрочном периоде, говорится в документе. ВЭП, согласно стратегии, должен сфокусироваться на реализации майских указов президента Путина в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, образования, связи, телекоммуникации, научно-инновационного комплекса и строительства. Но одновременно получает право выводить государственные средства в иностранные юрисдикции. Предусматривается возможность участия ВЭБа в инвестиционных фондах, в том числе за рубежом. Для этого потребуется отдельное решение правления, которое с мая возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. По данным Блумберг, Шувалов попросил для ВЭБа, который с момента введения санкций ежегодно получает из бюджета по 150 миллиардов рублей, еще триллион рублей или 16 миллиардов долларов на ближайшие пять лет. Средства нужны на покрытие расходов по субсидированию процентной ставки, на реализацию инфраструктурных и других проектов, которые весной этого года легли в основу предвыборной программы президента Путина. ВЭБ хочет, чтобы правительство гарантировало погашение его внешнего долга. В ближайшие пять лет госкорпорации предстоит расплатиться по облигации на 9 миллиардов 200 миллионов долларов, и график, по мнению ВЭБа, должен быть закреплен отдельным документом правительства. ВЭБ превращается в один из каналов финансирования желания власти, говорит экономист Андрей Мовчан. А убытки, которые возникают, покрываются за счет налогоплательщиков. По итогам 2017 года ВЭБ получил рекордный в своей истории убыток в 287 миллиардов рублей, который в 18 раз превысил прошлогодний. Общая стоимость дефолтных активов банка достигла триллиона 400 миллиардов рублей, из которых более 80% приходилось на непогашенные кредиты под сочинские олимпийские стройки. Они финансировались дешевыми займами, которые ВЭБ брал на Западе, пользуясь квази-государственным статусом. Санкции, введенные в 2014 году, прервали эту практику. Банк был отрезан от международных рынков капитала и был вынужден гасить долг, из-за чего столкнулся с нехваткой ликвидности и чуть было не объявил дефолт, от которого в 2016 году его спасли экстренные вливания из президентского резерва, то есть замороженных пенсионных накоплений россиян. Внешэкономбанк – это вовсе и не банк даже. По крайней мере, лицензии на банковскую деятельность у него нет. Это государственная корпорация, финансирующая крупные государственные проекты. Приход в ВЭБ бывшего первого вице-премьера повышает его статус и позволяет, несмотря на нехватку средств в бюджете, такую свободу маневра, о которой остальные участники рынка и мечтать не могут. Впрочем, называть ВЭБ участником рынка – сильное преувеличение. Он действует вне рынка и на нерыночных условиях на правах финансового резерва Верховного Главнокомандующего. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.